Уже бомбят Сирию, все переживают того, что может начаться Третья мировая война. Он говорит, что те, кто сейчас у власти страны паразитов, прекрасно понимают, чем им может обернуться война, типа, подобно ядерной, и они никогда не осмелятся ее начать, поскольку они практически все, либо все, либо практически все потеряют. И уже им было дано несколько знаков, которые они, кстати, тоже умеют читать. Он говорит, что локальные войны в развивающихся странах, попытки такие войны начинать, они все время будут, пока какая-то из сторон не даст понять, что начинание подобных войн обойдется слишком дорого. Пока, говорит, кто-то не вступится за слабых и вступится по-настоящему, эти попытки не прекратятся. Глупо думать, что паразит перестанет бороться за попытку захватить чей-то ресурс. Вы говорите, пока кто-то не вступится за слабых. Я так понимаю, у нас сейчас не осталось никого, кто бы мог вступиться за слабых. Он говорит, что позиции у многих достаточно сильные. Если некоторые силы объединить, это несложно, то тотальный перевес будет явным. Сейчас, говорит, существует на самом деле в мире даже к ней баланс и перевес. Того, кого вы считаете самой сильной державой, на самом деле такой не является. Он говорит, что при определенных воздействиях разрушить и экономику, и военные силы можно достаточно просто. Он говорит, что сейчас не вся информация доступна. Он говорит, что многих из тех, кого считают серьезной силой, на самом деле такой серьезной не является. Он говорит, что кто-то должен собраться, встать на стороне справедливости, объединиться с подобными. И говорит, выиграть такую войну можно сейчас достаточно просто, достаточно быстро. Он говорит, что паразиты проиграли несколько ключевых войн, и они сделали вывод. Он говорит, что никто не будет сейчас начинать глобальные войны. А локальные войны только потому сейчас ведутся, потому что те, кто их начинает, верят в свою безнаказанность. Вы о США говорите? Он говорит, что США, он говорит, что это флагман. Вокруг США есть куча стран, чья ответственность не меньше. Он говорит, что США так же управляют, как управляют другими странами, которые занимаются практически тем же. А кто управляет, не можете сказать? Он говорит, что если ты хочешь поговорить по политике, это будет длинный разговор. Он говорит, что его задача перенести сейчас какую-то ключевую информацию по отдельным вопросам. Он говорит, что есть времена, когда борьба сил доходит до определенного апогея. Есть времена, когда ведут жесткие войны, и есть времена, когда жесткие войны не ведутся. Сейчас такое время, когда жесткие войны не ведутся. Он говорит, что они не ведутся потому, что такого баланса синтеза, что эти войны бессмысленны. Это понимает и одна сторона, и другая. С другой стороны, говорит, если, еще раз повторюсь, объединить силы, которые, по своей сути, выступают за справедливость, что победить паразита не так сложно, как кажется. Он говорит, что в нескольких ключевых поступках и короткий промежуток времени и перевес сил на стороне справедливости будет настолько тотальный, что никто не осмелится начинать никакие войны. Субтитры создавал DimaTorzok